Ни Макдональдса, ни айфонов, ни нового Бэтмена. Россия всё глубже погружается на дно цивилизации, а железный занавес вот-вот опустится и наконец-то разделит Великую Россию и ненавистный загнивающий Запад. Вот уже американские и европейские фильмы больше не засоряют светлые головы простых россиян. Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину и Netflix с Amazon в России работать не хотят. И с прокатом российским Голливуд больше не водится. Россияне, конечно же, в своём духе могут сказать, зачем нам пиндоское, когда есть своё. Да только потому, как российские режиссёры просят снять санкции со своих кормильцев-олигархов, можно сделать вывод, что и отечественное кино скоро окажется там же, где отечественный корабль. Так что же будут смотреть россияне, если иностранные фильмы в Великоскрепную не продают, а на Мэйден Раша скоро может просто не хватать денег. Нетфликса больше нет. Правда, только на территории РФ. 27 мая самый крупный мировой видеосервис работал в России последний день. Платформа объявила о выходе из российского рынка ещё в марте, но она не могла окончательно отключить клиентов, прежде чем закончится текущий расчётный цикл. Он закончился, и Нетфликс добросовестно выполнил своё обещание. Придётся русским прожить и без новинок Марвел, и десятого форсажа под попкорнчик. С началом полномасштабного нападения России на Украину, самые авторитетные западные кинокомпании отказались продавать свои фильмы для показа в кинотеатрах РФ. И это кроме того, что лишило россиян возможности смотреть иностранные киноновинки, так ещё и серьёзно озадачило российский прокат. Чем же теперь заполнять киноафишу? Ведь раньше там американских и европейских фильмов было не меньше, чем российских, а может даже больше. При этом ярые российские патриоты почему-то западные любили больше, чем кино своего великого кинематографа. Блокбастеры-то у вас не появляются? Они планируются когда? Вот уже четвёртый месяц в РФ как только не изощряются, пытаясь заполнить пиндоски и гееробские пробелы в киноафише. Кто советские мультики и фильмы показывает, кто русскую так называемую классику вроде «Брат» и «Брат 2». От безысходности даже сериалы обещают крутить в кинозалах. 9 июня в прокат выйдет киноверсия сериала «Два холма», который является оригинальным проектом видеосервиса «Старт». Представитель компании подтвердил журналистам информацию о планируемой кинопремьере, отметив, что зрители кинотеатров увидят первые эпизоды «Двух холмов». Некоторые кинотеатры поступают так же, как российские солдаты в украинских домах, занимаются откровенным мародёрством, в наглую качают западные премьеры с пиратских сайтов и продают на это билеты. Подтвердить не могу, не интересовался просто, правда ли это, что там, например, пиратскую копию «Бэтмена» крутили в каких-то кинотеатрах, ещё что-то такое. Но им не будут давать просто вот эти западные фильмы в прокат. То есть у них действительно остаётся только такой выход, как просто эти фильмы тупо воровать. И всё. Или заполнять вот это вот прокатное время, заполнять фильмами из, так сказать, стран союзниц, там, из Индии, из Китая, вот такого плана. Дефицит в кинопрокате Россия, конечно, будет пытаться заполнять отечественным продуктом. Да только и здесь могут возникнуть определённые проблемы. Очень многие российские фильмы частично снимались за счёт государственных денег. Россия может себе позволить не платить нормальных зарплат и пенсии, и её не смущает, что жители глубинки в глаза не видели унитаз. Но зато на кинопроизводство, как и на пропаганду, там никогда не скупились. С пропагандой всё ясно, а вот зачем на какое-то кино огромные деньжища тратить? Ответ на поверхности. Многие российские фильмы – это часть пропаганды. Только вместо Скобеевых и Соловьёвых там Машковы и Безруковы. Российская культура, по сути, вырастила поколение этих безумных, агрессивных молодых людей, которые вытворяют то, что они вытворяют. С другой стороны, конечно, российское кино – это жанр массовый, а вообще кино жанр массовый, наиболее такой для миллионов, чем литература или театр. Поэтому кино производит такие модели поведения, популярных героев, популярные сюжеты, которые зрители так или иначе копируют, повторяют в жизни, или просто как-то подсознательно у себя эти модели поведения запоминают. Кино нужно российскому государству как пропагандист, особенно милитарный. Оно создаёт мифологию военной службы, морской службы. Оно, по сути, есть пропагандистом и вербовальщиком, скажем так, кадров для силовиков в первую очередь. Только Андрею Кончаловскому и Никите Михалкову с барского плеча Минкульты Госбанки выделяют сотни миллионов рублей. И не всегда даже с требованием снимать пропаганду. Иногда простого «Владимир Путин – молодец, и Крым наш» достаточно, чтобы российское государство подкинуло деньжат на творчество Михалкова, Кончаловского и других российских так называемых талантов. Даже за провалы в прокате патриотично настроенных режиссёров никто не ругает. Он обаятельнейший, он мощный, он умный, он с потрясающей реакцией, он с прекрасным юмором, он настоящий лидер, настоящий лидер. Вот я говорил о пропагандивном кино. Хочу вспомнить такой фильм, как «Мост», сценарий, которым написала Маргарита Симоньян. А снял этот фильм её муж Киа Саян, такой завсегдатый телешоу на Первом канале. И, естественно, производитель такого пропагандивного контента. Вот этот фильм вообще в прокате проводился. Вообще, всё вот такое патриотическое или совковое кино, там о панфиловцах и прочих, это всё попроваливалось в кинопрокате. И особо российское государство не заморачивается, потому что ему достаточно того, что, ну, скажем так, Какая-то часть просмотревших эти фильмы пропагандивные действительно рвётся служить в вооружённые силы, на флот военно-морской, поступают в военные училища, идёт служить в ФСБ. Так вот, возвращаясь к проблемам российского производства фильмов. Чтобы спонсировать кинопропаганду и лояльных к власти режиссёров, у государства на это должны быть деньги. А если РФ будет продолжать войну и её будут продолжать давить санкциями, соответственно, рано или поздно бюджеты на кино будут сокращаться. И тогда фильмы станут похуже, снимать их будут пореже, и пропаганда будет обязательным условием для получения госсредств на съёмки. В общем, это очень такое завязанное на экономику явление. И что мы сейчас видим? Мы видим, что российскую экономику цивилизованный мир пытается пустить ко дну, перекрывая рынки сбыта для их сырья, перекрывая все экономические связи, вычёркивая их банки из мировой финансовой системы. Российское кино жило на деньгах от нефти и газа, по сути. Ну, откуда там ещё деньги в этой бензоколонке? И то, что сейчас уже принимает наконец-то эмбарго на нефть, то, что западный мир собирается, твёрдо намерен отказываться от российского газа, то, что и другие источники финансирования России прикрывают, означает только одно, что да, российскому кинематографу станет не хватать денег. И он, к моей, например, большой радости, этот пропагандистский, не очень качественный, но очень громкий кинематограф пойдёт ко дну. И в этом смысле вот инфраструктура будет сохраняться, и все, кто хочет выжить профессией, будут становиться со временем просто государственными пропагандистами, как это случилось, кстати, в 90-х. В 90-х Российская Федерация не кормила всех подряд, но кормила лояльных к себе или очень таких авторитетных режиссёров, типа Никита Михалкова, который на государственные деньги так ничего путного и не снял. Ну, кстати, немного прецедентов, когда на государственные деньги снималось что-то приличное. В России, конечно же, есть независимое кино, которое кормится не из государственных бюджетов, да только и у частных лиц скоро тоже могут закончиться деньги. А вот совсем недавно на Каннском кинофестивале так называемый российский либерал, режиссёр Кирилл Серебренников, начал просить мир снять санкции с олигарха Романа Абрамовича, который, в свою очередь, является щедрым кошельком для фильмов Серебренникова. Ну, если говорить вот, собственно, о кино более фестивальном, которым занимается, вот Серебренников или там Кончаловский, то их, может, и будут ещё приглашать на фестивали, но уже показы российского кино на фестивалях не будут такими яркими событиями, как они были раньше, потому что и денег у них будет меньше, и, кроме того, они же теперь токсичны. Российские режиссёры, российские продюсеры, российские фестивальные фильмы токсичны, они теперь как бы с подмоченной репутацией всюду. Поэтому российское кино идёт на дно экономически, и оно идёт на дно, так сказать, культурно тоже. Сегодня российские кинотеатры переживают самый настоящий кризис. По состоянию на середину апреля в России уже закрылось несколько десятков кинотеатров. Те, что не закрылись, значительно сократили количество работающих залов, и количество сеансов. Иногда выживших прокатчиков спасает российская ностальгия по фильмам, вроде «Брат». Да, только долго на повторах не протянешь, и выручка от проката любимых фильмов россиян всё равно не сравнима с выручкой от голливудских картин. Голливуд – это была основа основ. И, конечно, если говорить о том объёме выручки, объёме количества сеансов, которые занимало голливудское кино, причём не только крупные блокбастеры, новинки, но и фильмы, скажем, с какого-то среднего потенциала, то, конечно же, все эти перевыпуски даже близко не заменят. А что касается «Брата, Брата-2», то я просто вижу в этом некое попадание в этот тренд по определённой части аудитории российской, которая поддерживает русский мир, всю эту ненависть к Западу, потому что фильм «Брат 2» и «Брата» буквально этим всегда и цеплял. Если не вернутся иностранные киногиганты, и если РФ не возьмётся за материальную поддержку проката, кинотеатры и дальше будут закрываться. Пока ни одна студия не объявила о возвращении, а государство на запросы «Помочь» отвечает, что занято решением проблем других, более важных экономических сфер. Так, на запрос о выделении 6,5 миллиардов рублей в рамках субсидии кинотеатрам в 2022 году Министерство финансов запросило дополнительное обоснование с указанием источников предлагаемых решений. В 2022 году высвобождаемые ресурсы федерального бюджета подлежат перераспределению на первоочередные задачи в целях обеспечения развития российской экономики в рамках санкций. А кинотеатральная сеть в таких условиях, она может получить очень серьёзные проблемы. Многие кинотеатры могут начать закрываться, потому что мы, по сути, не будем чего показывать. Пострадает российский кинематограф и от того, что в нём больше не будет Украины. Долгие годы украинские актёры были дешёвой по сравнению с российскими рабочей силой. Многие российские фильмы и сериалы снимались на украинских киностудиях. Ведь давайте вспомним, по сути, на студии Довженко чуть ли не круглосуточно, был такой долгий период, снимались российские телесериалы и российские коммерческие фильмы, вот такие вот массовые, многобюджетные. По сути, Украина была такой просто задним двором российской киноиндустрии, её сырьевой базой, её, так сказать, опорой. Теперь эта опора выбивается из-под российского кино, и это тоже хорошо. Российское кино без этого будет себя чувствовать намного более неуверенно. Украина, в свою очередь, разрыв с Россией может использовать как возможность развития и выхода на международные рынки. У нас очень хорошая операторская школа, плюс спецэффекты, ну, ты нам неплохо зарабатывала в коопродукции с российским производителем, поэтому сейчас, конечно, это для украинского кинопроизводства невесёлый момент, но, во всяком случае, есть шанс, что украинские продюсеры переключатся на кооперацию с Литвой, с Польшей, с Балтией, ну, в целом со стороны Балтии, и такой опыт уже есть. Я думаю, что наличие общего рынка Чехии, Польши, Словакии, Хорватии, Украины создаёт, в принципе, все возможности для того, чтобы украинское кино окупалось и вытеснило, во всяком случае, на части постсоветского пространства российское кино. Так что, да, этот разрыв очень полезен. Другое дело, что, конечно, в кино вечная проблема деньги, тем более в украинском кино, у нас сами знаете, какая сейчас ситуация, и мы теряем российские деньги. Но вместо российских денег это место не будет пустым. Придут деньги западные. И вот уже сейчас видно, с какой охотой дают гранты и разного рода финансовую помощь западные продюсеры, западные кинокомпании для украинских фильмов. Вот на последнем Каннском фестивале, на кинорынке Каннского фестиваля добрых полдюжины украинских проектов получили серьёзную грантовую поддержку. Так что всё нормально, хороший процесс. Вот уже сегодня россияне смотрят Бэтмена в кинотеатрах с характерным для пиратских сайтов браком. Ну, или в сотый раз пересматривают брата. А что дальше будет? Волчьи шкуры вместо одежды и камни вместо детских игрушек. Что ж, россиян, очевидно, устраивает. Мы россияне, мы всё вытерпим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова